Но лишним не будет, если попадется вдруг. Так, а можно мне свет? А то здесь как-то так. Во, вот сюда. Вы посмотрите, какую толпу снесли моментально просто. То, что это, собственно, тактика, в которой... Воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Как это было близко сейчас. Жесть, какое мясо творится. Ну что ж, ребят, всем привет и добро пожаловать на канал Илеоми в Dead Cells. Корабд это апдейт. В прошлой серии, ребят, у нас была по челленджу, которая удалось даже закрыть в кое-то веке, потому что, ну, удалось победить коллекционера, само собой. В принципе, там бой, по-моему, был плохой, а вот здесь ницей было, Саша, неплохо. Насколько я помню. Ну, в общем, сегодня у нас будет обычный забег. Это будет билд. Это будет билд не от... Самое, не от балды, не от меня. Этот билд мне предложили в комментариях. Предложил его Артем Дегтярев. Назвал он его Ледяной Огонек. Первый слот Осколки Льда. Второй Фейерверк. Первый слот навыков это Капкан. Второй Напалмовая Граната. На Фейерверках ставить афикс плюс 25% урона по замедленным целям и плюс 100% по отравленным. На Осколки то же самое, только без замедления. На Капкан надо горючий Напалм и ядовитое облако. Мутация, чутье охотника, безмятежность, третий на ваш вкус. Качаем тактику. Надо включить 16 миль оружий, но это меня уже не особо касается, потому что я в этом нужно не вижу. Кидаете Капкан, потом Гранату и Палин фейерверком Осколки добьют врага. В общем-то, даже билд на словах на самом деле звучит достаточно сильно. Я это сразу примерно понял. Потому что и Ледяные Осколки здесь сочетаются хорошо, потому что у них условия крита близко к фейерверкам. Они бьют критами по Напалму, а фейерверк потом по мобам, которые находятся в горячей области или что-то такое. Давайте посчитаем вкратце сейчас. Двойной урон от Гранаты. Не, спасибо, обойдемся. Так, я предпочит, наверное, вот этот взять. Вот этот, наверное, тандем. Так, это фейерверки, которые наносят урон целям в Напалме. Да-да-да-да-да. Ну, что-то там такое же, в общем-то. Оно сочетается отлично. Я сразу-то понял, когда-то давно я играл билдом, который мне предлагали в Дискорде, я им третью или четвертую клетку босса закрыл. Это была тоже Напалмова Граната с фейерверками. Но там был Лук Хакута и Таня с ножами, по-моему. И это работало тоже очень хорошо. Третью или четвертую клетку босса я этим закрыл. Правда, какую именно, я уже, честно говоря, забыл. Мы примерно делаем так, и мы начинаем критовать просто. У фейерверка дамаг с критов на самом деле не слишком большой. Ё-моё. Он на кусак загрелся, оказывается. Чё-то как-то не заметил этого. У фейерверка базовый дамаг. И с критов он не слишком большой, но условия крита достойны, и итоговый ДПС должен быть приличным. Слушайте, у нас... Мне показалось, что еще что-то он раздевает Напалм. А, у нас просто здесь до сих пор Напалм разлит от Гранаты. В общем-то, я сразу понял, что это будет что-то сильное. Плюс еще и там капкан, который на боссах тоже должен хорошо помочь. Но есть несколько моментов, которые меня смутили. Это конкретно то, что я перед серией прям-таки я понял, что я забыл про это абсолютно. Я как-то забываю это учитывать на самом деле. Что Напалм моя Граната, она красная чисто. Что она другого цвета. И получается так, что нам надо ее искать в проклятом сундуке. А я бы даже... Я даже не знаю, как мне ее найти. Во-первых, шанс-то не очень большой, да. Во-вторых, я бы хотел не самый выгодный по проклятым сундукам путь пойти по нему. Потому что, ну, мы в прошлый раз ходили по самому выгодному, по-моему, если не ошибаюсь. Так, о. Ледяные осколки нашли. И вот сейчас у нас уже враги подмораживаются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не заметил ты способность у него? Ну, ты идешь сюда, нет? Ну, хорош. Он издевается. А, он там на кусах загрелся, судя по всему, да? Но я это даже не заметил. Так, а что у меня? Почему у меня огонь потух куда-то? Наверное, сам со временем он тухнет. Вряд ли он тух бы от ледяных осколков, верно? Хотя это было бы логично. Но, по-моему, да, он не тухнет. То я прям аж удивился бы сейчас. Здесь враги могут гореть, находясь в воде и так далее. Это никого не смущает, не должно скучать. Так вот, нам, в общем-то, надо будет искать напаловую гранату в пропитом в сундуке, чтобы она хоть как-то дамажила. И, в основном, на самом деле, не для этого, даже ради слитка. Потому что напаловая сейчас... Хотя она тоже, как бы, она увеличивает урон от огня, как мне сказали. И поэтому она здесь в тему тоже, в этом плане. То есть, хотелось бы ее с уроном найти. Но, в первую очередь, все-таки интересует ради двух свитков тактики. Я не знаю, получится ее найти или нет. Я бы хотел хотя бы первого ВОСа убить тогда без получения урона. Поэтому это должен быть привратник, потому что конъюнктиус я стабильно убивать вообще ни разу не могу. Конъюнктиус намного неприятнее. Хотя какое-то время, когда меня привратник жестко драконил постоянно этим самым... Постоянно тем, что он меня зажимал, мне даже начинало казаться, что конъюнктиус слабее привратника. Что его можно стабильнее убивать. Но нет нифига подобного. Как-то так. В общем, и также по мутациям я бы хотел взять вместо... Этого самого, вместо поддержки вроде, да, я говорил. А, безмятежность, безмятежность. Это то, что враги, которые около нас... Враги, если нет никого рядом с нами, то мы наносим дополнительный урон. Похожую штуку можно сделать с капканом. Если мы около капкана при помощи поддержки наносим больше урона. Но я эти две мутации, на самом деле, не слишком сильно люблю. Потому что они добавляют дамага не настолько много, мне кажется. Хотя они там добавляют урона, который скеллится, как бы... Ну, чем больше на скорострельность, тем лучше. С другой стороны. Но я не знаю. Мне кажется, что с дамагом здесь будет и так хорошо. В принципе, это мутация, которая могла бы подойти на боссе как раз-таки. Но на этажах я предпочитаю взять кое-что другое. Потому что там я как бы... Ну, хотя... На этажах тоже это бы работало. Я бы хотел взять прощальный подарок. Еще я за кадром сейчас тестировал вчера буквально. По-моему, вчера. Или пазовчера. Нет, пазовчера. Пазовчера я это узнал. В общем, ну, все знают, что уже вспышка... Она превращает дальнюю атаку в милишную, да? То есть, если ты выстрелишь из луком после использования вспышки, то ты также войдешь, например, в невидимость от хищника, верно? То есть, у тебя дальняя атака сработает как милишная. И при этом, например, тоже чутье охотника, оно не будет работать. Мне вот стало любопытно еще. Тогда, получается, воля к победе от брутальности должна работать. И тем самым, как бы, можно даже в тактике попробовать взять волю к победе, которая от брутальности, да? Потому что со временем у тебя брутальности станет побольше. Уже там 5-6, может быть, свитков будет. И она будет кулдаун тебе регать примерно на секунду, да? Ну, предположительно так. Это, конечно, вряд ли так будет все гладко. Но это просто я так и задумался об этом. И ты будешь как бы стрелять из оружия дальнего боя, но при этом регать себе кулдаун за счет того, что ты... Мы даже не убили всех этих 20-30 раков, охренеть. Это из-за элитки этой, да? Судя по всему. Так, мы берем... Я думаю, все-таки прощальный подарок, да? Нужна одна штука. Чутье охотника, само собой. Прощальный подарок я хочу. Давайте, чутье охотника первой мутации берем. Потом прощальный подарок. Я думаю, что передышка будет, скорее всего, третьей мутацией. Как-то так. По мутациям, мне кажется, так сказать, для меня это более такой комфортный вариант. О чем я сейчас говорил? А, так вот. И, соответственно, у тебя будет как бы регаться... Ты будешь в тактике, но при этом регать кулдауны за счет убийства врагов, которые происходят от лука. В миличном, как бы, варианте. При этом у тебя будет срабатывать и хищник, и воля к победе будет регать какого-нибудь этого самого, да? А, вспышку регать. То, что там ей большой реген не нужен. Буквально на секунду ты сможешь вспышкой практически спамить. Примерно вот так это может теоретически работать. На практике я не знаю, будет так работать или нет. Фейерверк. Я, кстати, хотел попробовать его после этого апдейта. Его как бы особо не поменяли, да, сам по себе. Ну, чего его менять, да? Но кое-что ему изменили все-таки. Конкретно, если говорить, то это... Мы сделали так, что мы можем теперь зажимать клавишу атаки фейерверка, и это сильно многое меняет, потому что так я должен сам был постоянно спамить, и, может быть, там даже я бы не успевал с такой скоростью стрелять, как клацать постоянно. И бывает в некоторых тандемах это... То есть я сначала кидаю ледяные осколки, а потом у меня уже фейерверки спамят. А так бы я постоянно бы ледяные осколки выкидывал бы. Я не знаю, это хорошо или плохо. Но, в общем, я хотел поиграть с новым фейерверком, как и волшебные ракеты тоже самое сделали им, что их можно теперь зажимать. Это поприятнее выглядит, чем раньше надо было постоянно так... Ай, мы же не убиваем его точно. У нас же не криты. Не криты, а эти самые напалмовая граната, не того цвета. Я сейчас от яйца глупо получил урон, думал, что успею пробраться, но не успел. Я еще думал, может быть, попробовать поставить напалмовую гранату на одну клавишу, я вот не знаю. Но иногда она будет вылетать тогда, когда я не хочу. А, со временем она начнет дамажиться, если мы найдем ее без цвет, но она начнет дамажиться сама по себе уже сильно. То есть сама по себе будет выносить уже мобов. Тихо, успел. А так здесь много контроля получается. На боссах у меня проблем быть не должно, потому что у меня и криты будут с двух оружий, и капканы, и у всего этого дамаг будет увеличенный сильно. Урон по яду там от ядовитого облака. Капканы будут работать постоянно. Урон по замедлению хорошая штука, но я на нем особо запариваться не буду. Если он нам выпадет, тогда хорошо. Если не выпадет, то и хрен-то с ним. Главное, чтобы урон по яду был на боссах. Ловушка раздевает горючий напалм, тоже хорошая штука. Но на боссах она мне особо не требуется, а на врагах может быть, кстати говоря, заменять в некоторых местах нашу напалмую гранату, например. Так что как-то так у нас выглядит сегодняшний забег. Тихо, тихо, тихо. И по поводу еще, по поводу вспышки, чего я начал, собственно, говорить, да? Мне... Я просто еще один момент заметил, забавный. Оказывается, что оно работает, превращает... Превращает... Ооо, я понял. Превращает... В воздухе застрял в капкане, нормально так. Я не пущу его сюда. Иди ты в баню. Все. Вот примерно вот так вот мы крошим все. Очень приятно выглядит. Так, берем, меняем феверверки. Так вот, даже если мы берем вспышку, и после... Ой, берем волну отрицания, и после вспышки используем именно ее, то у нас тоже атака превращается... То есть вспышка превращается в миличную атаку. Хоть это как бы и навык, он превращается в миличную. И, соответственно, у меня от вспышки... Ой, нет, от вспышки вместе с волной отрицания, у меня срабатывает хищник, и я становлюсь невидимым. Примерно вот так вот. Если набрать сюда волю к победе, да, или что-нибудь такое, да, чтобы регать кулдауны, я могу влезать в невидимость, при этом регать постоянно себе волну отрицания, спамить вспышки вместе с волной отрицания по кулдауну просто. Забавная штука такая. И при этом быть в невидимости без конца. Я не знаю, это прям очень-очень интересно звучит. Я не уверен, что воля к победе будет настолько эффективна, что там нужна толпа врагов на самом деле. Мне очень понравилось сочетание на самом деле еще чуть-чуть охотника вместе с прощальным подарком с волной отрицания, потому что она регается моментально, и при этом у тебя после каждой волны отрицания, после даже небольшой толпы мобов, да, она моментально восстанавливается, у тебя целая куча гранат разлетается, которые также могут снести врагов поблизости. И можно просто с волной отрицания бегать и спамить постоянно. Так, слушай, этот фейерверк, он как бы посильнее. А, нет, нифига не посильнее. Нифига он не посильнее, потому что он ниже уровня. И 15% в данном случае не спасает, потому что этот уровень, он дает именно 25% к урону, а не плюс один аффикс. То есть вот так вот можно со вспышкой фаново бегать и даже там, не знаю, я даже задумался насчет того, что какие еще можно навыки интересные придумать, у которых именно вот это использование ближнее, оно было бы очень в тему. То есть, прикиньте, ты используешь торнадо, я вот не знаю, но первого врага, которого оно убьет, оно будет считать милишным убийством. Или оно, в принципе, будет все летать, летать, наносить урон, и при этом будет считаться милишной атакой все это время. Я не знаю, как вот это работает, но вот такое вот то, что навыки тоже превращаются в милишные, я что-то об этом не думал и не ожидал. Поэтому вот что-то такое я вот заметил. За кадром. Но сегодня у нас, собственно, огненный такой... Ай-яй-яй, не заметил. Мне хочется рассказать, что оказывается, ребята, приспешники всякие, они как приспешники, так и способность элиток, они не наносят хвори. То есть мобы, которые призываются другими мобами, да, они не наносят хвори. Блин, а почему я раньше это не знал? Ну, ладно, это не аргумент, потому что я много чего не знаю в ДСЛ до сих пор. Недавно только. Я все равно не могу успокоиться от того, что я не знал, сколько регает фляга, оказывается. Это что надо было, такая? У нас там редиска, это с морковкой у нас из рациона, про который я уже забыл. Так, у нас что-то ледяные асколки, вообще какие-то трешовые. Пока что у нас свитков очень мало на тактику, потому что у меня предметы неподходящие. Насколько льда, капкан дают не те свитки. Поэтому дальше у нас дамага станет еще больше. Так, вот здесь можно, в принципе, кинуть напаланную гранату, потому что здесь врагов очень много. Ай, стоять, стоять, стоять. Единственное, что с фейерверком. А, нет, с ним можно разворачиваться. Я чуть подумал, что с ним нельзя разворачиваться. Успею? Успел. Ай-яй-яй, пришел сюда этот червяк, не заметил его. Думал, успею продать. А червяка не заметил. Слушайте, я не знаю, куда я сегодня пойду. Я однозначно хочу на привратника. Я хочу пойти, то есть, соответственно, на скверненную тюрьму, затем на тюремную башню. Наверное, вот такой у меня будет маршрут. Хотя бы один прокатый сынок будет. Если мы там достаем нужную гранату, можно ее до конца забега уже не менять и не париться по поводу нее вообще. Потому что у меня там уже будут свитки, и все будет хорошо. Либо если она легендаркой выпадет, я тоже буду абсолютно не против. Кто против легендарки? Так, ну давайте направо сходим. Там тоже что-то там есть еще. И там как раз-таки скверненная тюрьма и находится, да. Потому что скверненная тюрьма, как и недра тюрьмы, чтобы попасть сюда, надо пройти через какую-то часть локации, в которой требуется руна паука обязательно. Как-то так. Нормально снесла все равно их. Если мне выпадает этот самый, если мне выпадает проклятая граната вскоре, и я больше могу по этому не париться, тогда я могу изменить маршрут и пойти в какой-то более интересный, может быть. Я бы хотел в дремлющий храм сходить, на самом деле. Но вот после него я думал сходить в заброшенный сквер, потому что там есть проклятые сокровища тоже. Вопрос, выпадет там или нет. Ай, молодец. Вот так поставим. Напалываем в гранату и просто лупим. Вот примерно так же мы будем лупить босса, но при этом будет намного эффективнее, потому что у нас еще будет облако яда, больше урона и так далее. Само собой, я здесь пойду на хранительницу, я думаю. В идеале, конечно, поставить капканы и уйти их за спину к ней. То есть вот в милишных всяких билдах, да, с капканами. У меня проблема в том, что я ставлю капканы, и как бы я перекатываюсь, она успевает повернуться. Я не могу к ней подойти. У меня вот такая проблема возникает частенько. А здесь у нас дальний бой, при этом мы замедляем еще врага. Поэтому у нас времени, в принципе, выиграть много есть. И мы сможем просто ее издалека расстреливать. Желательно, чтобы она к нам тоже все-таки повернута была спиной, с чем, скорее всего, будут у меня проблемы. Потому что так мы можем не бояться даже ее сюрикенов. Но по-любому здесь нужен враг такой, который выглядит как человекоподобный и которого можно будет нормально останавливать капканами. Конъюктивису тоже можно останавливать капканами, его можно так снести с многозарядным арбалетом. Но я даже не знаю насчет конкретно сейчас, на него идти или нет. Не особо хочется. В каком-нибудь из следующих забегов можно было бы, например, Оскорненная тюрьма. На гиганта я тоже. Я, честно говоря, не знаю, как капканы работают с его кулаками. Я когда-то что-то видел такое, по-моему, или играл сам. Честно говоря, абсолютно не помню. И как-то не уверен в этом. Поэтому не хочу проверять. Мы опять не открыли дверь. Потому что я где-то просто по глупости получаю урон, при том, что у нас хп все равно максимальное, полное. Передушка я буду брать третьей мутации. Я хочу прощальный подарок, потому что мне он нравится просто то, как фаново с ним проходит локация. Хотя, с другой стороны, у него написано всего лишь 264 урона. А это же вообще ни о чем. А вроде он выглядит эффективно. Я не знаю. Оскорненная тюрьма. Погнали. Хоть бы здесь была граната все-таки хорошая. Хоть бы она была. Вот я просто прошу. Шанс 25% один из четырех. Не очень-то большой. В прошлый раз нам в самом последнем месте попался нужный предмет. Пожалуйста. Нет, не то. Ну, как бы, лезь насколки тоже хорошо, потому что мы хотя бы можем не париться по поводу аффиксов. Но я гранату хочу. Просто будет обидно, если я за весь забег ее так и не найду. При этом я буду очень сильно удовлетворен, если я смогу все равно выиграть забеги без нужной гранаты. Как бы у меня будет больше здоровья, но просядит тогда дамаг. Причем просядит по двум параметрам, потому что... О, у меня проклятие. Ребята, у меня проклятие. Я такой сижу, не парюсь как-то. У меня проклятие. Я каждый раз, по-моему, про него забываюсь, не ошибаюсь, кстати говоря. Вот. Так, все, почти всех снесли. Почти всех... О, все. Сыря, этот этаж выгоден, знаете, еще чем? Что здесь, как бы, как и у других этажей, это понятно, что... А, и это дополнительный свиток, да? Но здесь также и портал испытания может быть дополнительный попасться, да? Но это и так, я про это говорил когда-то. Но здесь также, о чем я раньше не думал, здесь и, как бы, этаж маленький, а нам при этом здесь две еды, как минимум, выпадают. То есть одна зараженная... Ой. Одна обычная, а вторая еще... Ну, как повезет. Заражена она хворью будет или нет? Да хорош, да что ты угораешь там? Что-то он там тусит сверху. Я не понимаю, как они... Мне казалось, что я нашел. Понял, почему иногда эти подрывники не хотят пикировать, когда над ними находится что-то. Мне показалось вот так вот. Когда над ними есть какой-то потолок такой, рядышком совсем. Но я не понял, на каком уровне именно это начинает так работать. Ай-яй. Чуть не попался, а? На подрывника. Оп, отлично. Я боялся, что сейчас этот гранатометчик отпрыгнет от меня, и я не смогу через него перекатиться. И в итоге в его лазер угожу. Ну, все, прошло более чем гладко. Стоять. Кайфово? По-моему, очень кайфово. Так, у нас тут три пара... Три этих самых фрагмента свитка уже собрано. Еще бы один найти где-нибудь. Тихо-тихо-тихо. Главное не злоупотреблять слишком сильно наши атакы, потому что мы можем случайно... Тут как бы есть такая небольшая тоже задержечка, после того, как ты стреляешь фейерверком, и ты можешь не успеть как бы отпрыгнуть. Проще перекатиться в данном случае получается. Там как будто бы задержка короче. Тихо-тихо. Вроде такое... Как бы у нас есть такое простое место, но при этом я из него сделал какой-то непонятный и сложный каламбур, и... Все прошло гладко. Так, слушайте, по поводу условия крита. А у них вообще одинаковый. Целем в напалме, целем в одели в напалме. Вообще одинаковые условия крита. Я думал, что... Фейерверку надо, чтобы моб стоял в горящем огне именно, да? А ему, оказывается, напалма достаточно. Просто он как бы в последней атаке поджигает все вокруг. Вокруг такой взрыв делает некоторый. Но если у тебя разлит напалм, то он и без этой атаки начинает везде появляться огонь. Ты начинаешь везде критовать уже. Так, я там магазин как-то пропустил. Мне еще сказали, что действительно недра тюрьмы их также уменьшили. То есть сделали такой тоже маленькой такой локацией, сопоставимой с этой. Так, у нас фейерверк есть. А, у нас и так фейерверки хорошие. Так что обойдемся. Так, погнали. О, подрывник. А, я тебя понял, он не страшный. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть-чуть электричества до меня не докопалось. Не докопалось, не дошло. Стоять. Гранату выпустил. Ну вот серьезно, он вообще очень сильно замедленный. Еще и в капканах обездвиженный. Главное, чтобы на боссах у меня тайминги не слетели. Потому что у меня часто бывают с этим проблемы. То есть, когда у меня что-то такое дает контроль на какого-то, да? С одной стороны, контроль это круто звучит, с другой стороны, я с этим часто допускаю ошибки. А, тихо-тихо-тихо. Вот сейчас меня, допустим, спасла заморозка, потому что я бы не успел перекатиться от него. Ну, то есть физически не успел, потому что я поздно. Слишком быстро, когда я повернулся, и у меня перекат был на кулдауне. Она бы успела меня ударить. Так, а мне, стоп, мне капкан нужен. И капкан, к сожалению, здесь страшовенький. Так, мы пойдем куда? Стоп, у нас морковка есть. Надо использовать ее по назначению. Хо-хо-хо, по назначению. Ну, съесть, само собой. Для зрения помогает все такое. Ну, понятно, я думаю, объяснять не надо. Блин, я раньше помню, у меня бабушки в детстве много морковки меня кормило. Типа у меня морковки, ну так, более-менее нравилось покрустеть ее на даче. И я много ее ел. А потом еще-то как-то так морковку не люблю ни тушеную особо как-то так. Ну, она мне как-то вкуса не особо добавляет. Не уж тем более живьем. Так, с вселенной башней. И я сейчас, ребята, на секундочку нажму на паузу, чтобы просто посмотреть, ничего ли я не забыл сказать из того, что я хотел сказать. Еще вы, кстати, говорили про то, что комната лора, оказывается, все-таки попадается не в деревню на сваре, что там просто перепутали мы, и она попадается в тропе обреченных, и также говорили, что видели ее в тюремных башнях. Ну, та, которая по Холлоу Найту. Именно отсылка. Ну, может быть, что-то я еще забыл. Так вот, ребята, из таких забавных моментов еще, которые я не озвучил, это то, что есть такая тема, что если мы в портал испытания заходим, там как бы нам выгодно найти амулет с прыжками, верно? Но мы берем тот амулет, который более хороший по свиткам чаще всего. А можно, оказывается, взять с прыжками, а на выходе мне сказали, что все вещи, которые мы там не подобрали, их выкинет обратно. То есть, они вылетят с портала. Что я ни разу не пробовал, и мне в голод не приходилось затестить это вообще. Но вот этим можно иногда пользоваться. Так, мы сейчас берем, наверное, Безмятежность, она как бы прикольная, с одной стороны, с другой стороны, она будет работать. С другой стороны, нужна ли она мне сейчас? Я в этом все-таки передышку, наверное. Ну, то есть, я взял прощальную гранату вместо, прощальный подарок вместо этого. Просто потому, что мне такое... Ну, мне прощальный гранат на самом прощальный подарок очень нравится просто. Он так фаново выглядит. Я не знаю, сколько он эффективен, но очень приятно выглядит. Опять же, у меня, так сказать, свои критерии оценки мутации абсолютно такие не объективные, наоборот. Абсолютно субъективные. Так, ну, Тюремные башни. У нас здесь должно быть... Ни одного проклятия здесь не должно быть, по-моему. Но оно может выпасть. Шанс есть. 33% вроде как, если его не изменили. В чем я не уверен тот же, опять же. Вроде, кстати говоря, карту на фандоме, по крайней мере, на русском, да? По-моему, так и не обновили еще, где сколько проклятий, потому что... Я смотрел, там количество свитков вроде как меняли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Было немножко опасненько. Но, по-моему, карту там так и не обновили в целом, как бы. Ну, там многие аспекты поменяли. Но вот количество проклятий осталось прежним. То есть, по-прежнему... Ну, старая информация осталась. Поэтому я без понятия сейчас, какой путь выгоднее. Я просто что-то помню из того, что примерно старый стандартный путь, да? По-моему, на нем все равно максимальное количество проклятий. В заброшенном склепе точно есть. Мне казалось, что в Крематории тоже есть, но я в этом не уверен. То есть, где было два или три проклятия, там хотя бы одно проклятие осталось. Мне казалось вот так вот. Хотя вот насчет деревьев на своих я не помню, опять же. Ладно. Буду надеяться, что просто он где-то выпадет, либо выпадет Легендарка. Потому что сейчас у меня... Единственное, что меня беспокоит, это то, что сейчас как раз-таки рассчитывать на предметы бесцветного качества в билдодельне не приходится. Так часто, как это было раньше. Так, развернись. Ладно. Тихо, где ты не успел перекатиться. Что-то у меня там сначала геймпад, справа подлагнул, не хотел тут перекатываться, то еще что-то. Потом вроде как откатило, вернее, как-то отлагало. Вот здесь у меня что-то так подвисло немножко. А потом что-то как-то я пропустил уже сам по своей ошибке. Так, брутальность. Что-то драт для тактики у меня пока что-то хп большое. Надо, кстати, не забывать, знаете, что-то, что если у меня выпадет, мне такие... Так, кстати говоря, мне надо искать уже урон по яду, между прочим, на капкане, потому что на боссе это пригодится. Там все равно не там, не там нет его. Не урон по яду, а сам яд, то есть я имел в виду. Что надо учитывать, что если я найду бесцветную гранату, то у меня резко брутальность начнет проседать в плане хп по сравнению с живучестью. Может быть, это небольшая проблема, скорее всего, да? Чаще всего, как бы, ты успеваешь это все равно восполнить. Но надо учитывать это, если что. Такс. Но пока, слушайте, когда у нас идут криты, у нас просто все враги отваливаются моментально. И плюс еще бомбы везде чпонькаются. Я не знаю, по-моему, все очень хорошо идет у нас. Очень фановые, все играют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не простыкал. Так, а можно как-нибудь его это самое? Что-то, как-то, он не дает. В этом месте с ним крайне неудобно драться, потому что он не дает к себе подойти. То есть, по горизонталі постоянно бьется сверху, там кристалл, который просто... Он не дамажит, он просто мне комбо слил бы. Я не знаю. Его бояться, конечно, особо не стоит, но не особо приятно получать от него даже урон. Как-то так Так, давайте свиток Хорош жужжать тут, а Жужжалки на какие-то Даже если у нас, как бы, напалм нигде не разлит, да Но враг у нас облит, как бы, напалмом, да, сам по себе именно Кстати говоря, ударом вниз мы, по-моему, тоже пол поджигаем, да Да, удары вниз поджигают землю Что тоже, как бы, неплохо для нас сочетается Ну, так Прикольно, как бы Особо это не важно, но и лишнего не будет, точно Так, там был рампейджер, или мне показалось? Нет, там был не рампейджер Стоять Ну, мы максимум сейчас маленьких мобов можем убивать с нашего, этого самого, да С нашей гранаты Больших вряд ли Так, если мне, кстати, дадут проклятие в конце этажа, даже хрен-то с ним, я его возьму Я более чем уверен, что у меня есть все шансы убить превратника без получения урона Главное Главное, это не увлечься своей атакой и не пропустить момент, когда у меня будет небольшая задержка Такая, знаете, которая есть Очищается она у тяжелого, например, арбалета У чего-то таких медленных оружий, да? И есть задержка после атаки У фейерверка просто она тоже небольшая есть, потому что анимация здесь достаточно долгая такая Просто надо это иметь в виду И либо держаться подальше от врага, либо не злоуподействовать слишком сильно атакой Ну, держаться подальше, чтобы успеть все равно, как бы, от него убежать, если что Ну, а конкретно босса это касается Это, кстати, не та комната Вот, да, ребята, это та самая комната Вот, на стене висят жуки и смотрите, тут мордочка рыцаря нашего, да? Безымянного вроде как Его звали в игре Насекомые Целая коллекция насекомых упорядоченная и расставленная аккуратными рядами Упорядоченная по видам И по размеру И в алфавитом порядке Тот, кто над этим работал, был очень скрупулезным Вот, собственно, наш главный герой Вот мы маску нашли Вот здесь действительно есть такая комната Галора с отсылкой на явно Холонайт Ну, прикольно Здесь вообще писали, что в ДТО много отсылок, как бы, на разные игры Но это, как, знаете, как и в Вайзеке, например, как и в Enter the Gungeon тоже Да, ё-моё, вот сейчас я просто именно не успел По задержке, как раз-таки Может быть, надо чаще кидать напалную гранату Потому что с ней мы реально просто все разносим И так-то, да, кстати говоря, действительно, надо их, знаете что? Надо их поставить на одну клавишу, знаете, зачем? Я, причем, поменяю местами еще Потому что сейчас у меня кулдауны режутся просто моментально У меня аж граната моментально откэдэшивается Чё я ее экономит тогда? У меня 2-3 врага везде есть И она моментально будет уже готова снова к следующему применению Поэтому однозначно, как бы, я не знаю, почему это Раньше об этом не подумал Да ё-моё, по инерции жмякнул Ну ладно, хворь хапнули, да и крен с ней Это тактика, мы вряд ли будем страдать от хвори Скорее мы будем страдать от того, что нас ваншотят А после первого почти ваншота или около того Мы будем использовать уже флягу Если не найдется никакой еды И фляга нам, ну, на боссе есть конкретно, да И фляга нам уже восполнит полное хп Ну и полное хп, и хворь восстановит Стоять По-моему, очень все хорошо Слушайте, серьезно, одну клавишу гораздо приятнее Потому что я постоянно бы экономил Гранату эту, а нет смысла в этом Я просто экономил бы, потому что и так дамага, в принципе, хватает Просто будет не так все быстро и динамично происходить А давайте купим, а, что тут мелочится-то Хрен-то с ним У меня, в принципе, деньги я редко куда-то трачу Децелс Бывает там на афиксы что-то, но особо так с этим Запара какой-то нет большой Такс, а если мне не выпадет все-таки Проклятая эта самая граната О, я вижу Портал испытания Отлично Если мне так не выпадет граната Хорош жужжать уже Так вот, я даже не знаю Мне надо как-то пытаться, может быть, второго босса тоже без получения урона убить Ну, это как бы всегда хорошо Но я не уверен, что у меня это получится так стабильно Слушайте, у меня такое ощущение, что у меня немного даже фпс проседает из-за того, что Очень много пламени находится от напалмовой гранаты Мне так, по крайней мере, кажется Хотя стоит, наверное, перезапустить запись в один момент И на всякий случай проверить, чтобы было все в порядке Чтобы я следующий час примерно не болтал никуда Стоп Вот, смотрите, два дополнительных прыжка в воздухе Сейчас протестируем эту штуку Мне сказали, что амулет в конце выпадет Вот, собственно, амулет, который я хочу Вот та самая ситуация Два дополнительных прыжка Может быть, они меня затащат А кто его знает? Что там дальше попадется? Здесь бывают такие места, в которых нужны Длинные очень прыжки И там бывает, как бы, двойным прыжком тоже всегда здесь можно пройти, да? Все места Но бывает совсем тяжелее просто Оп Здесь все время двойной прыжок помог даже Так, тут аккуратненько Не люблю это место, честно говоря Оно вроде как простое Я здесь редко получаю урон Но нам все кажется, что вот-вот ты уткнешься Шипы Раз, два Так, тихо Все, отлично Так, надеюсь, что оно выпадет, да? Да, смотрите, реально выпадает Проверили прям-таки все, что мне говорили Удачно так И комнату лора нашли И амулет действительно выпадает Так что, ребят, мотайте на усы Кто тоже об этом не знал, как и я Что можно вот этим вот пользоваться Потому что бывает такое, что реально Прыжок выдают, как бы, дополнительный, да? И мне его очень хочется взять Но там амулет лучше Я понимаю, что если я Пройду без получения урона То я буду, как бы, в плюсе Если именно с этим амулетом пойду дальше А оказывается, что я могу использовать амулет с прыжками А потом просто забрать нужный Который просто выпадет из портала в итоге Быстрый, простой и приятный билд Которого дамага тоже И дамага хватает, да? Фейерверки мне нравятся Как оружие, он сильный достаточно И при этом еще и контроль хороший И на боссы достаточно безопасной тактики За счет капкана Оп-оп-оп И ботинки-молотилки, да? Как я их называю? Не знаю, мне мотоциклетные ботинки Не нравятся, как это звучит Хотя они вроде как-то на Википедии Они называются как-то Ботинки Хаябуса И перчатки Хаябуса Это мотоциклетные перчатки Я видел, на английской версии Пишется, что это как-то Хаябус Что-то там, бутс Почему у нас их так перевели, я не знаю Но мне удобно их называть Ботинки-молотилки И нормально, и пойдет Так, а что яда нету нигде? Облако яда-то вокруг, а? Не выпадает вообще ни в какую Блин, так-то это обидно Ролить капкан я бы не хотел Такс Что-то там выпадут, скорее всего, нехорошие свитки Я бы хотел сразу найти готовенький и все И с этим не заморачиваться Просто получается так, что деньги на рероллы Афиксов используются только в тех случаях Когда ты не паришься по поводу свитков уже абсолютно Чаще всего именно так Хотя можно с другой стороны Если ты как бы планируешь брать себе ХП То можно ХП взять за счет именно Реролла Афиксов Для того, что тебе может выпасть неподходящий Неподходящий цвет свитков в предмете Но в последнее время я этим реже занимаюсь Так, это конец этажа у нас 60 рогов мы уже сделали, да? На золотой черепок там Можно падать сюда? Можно Так, мы ничего не забыли на этаже, кроме морковки, да? Да Погнали тогда за морковку сходим И, собственно, погнали на природника дальше Где-то она тут Чтобы до конца не бежать Можно гамунку вот так вот побыстрее сделать Ну, я надеюсь, что это было быстрее Вон там у нас магазин, черный мост К сожалению, здесь проклятого сунука не оказалось на этом этаже И 17 свитков совсем не густо Хотя у нас был дополнительный из проклятия А, ну у нас потому что капкан плохой И потому что 2 свитка в минусе И получается 20 свитков Хотя мне казалось, что тогда должно быть Тогда должно быть 19 сейчас у нас быть Ну ладно Потому что 20 мне казалось, что это абсолютно ровный забег Без дополнительных дропов Так, фейерверк девяточка, ледяные осколки Что из этого нас интересует больше? Нифига себе, дамага у ледяных осколков У них ДПС больше, чем у фейерверка Ну, у фейерверка он как бы... Я даже не знаю, слышите Надо иногда не забывать все-таки подкидывать ледяные осколки Даже если я просто так стою и спамлю уже фейерверками чисто Ну, граната, сами понимаете, в молоко Так, здесь урон по яду Урон по оглушенной цели По горящей, кстати говоря, цели Тоже вот этот аффикс надо искать Только сейчас об этом задумался Тут позамедленнее, нет Тут есть по замороженной сейчас По горению тоже нету Слушайте, по горению я, наверное, возьму ледяные осколки Потому что они реально хорошие А у нас тоже по горению Но нам девятых осколков вот этих вот Нам их хватит надолго, а фейерверки Мы могли бы поискать получше Поэтому я сделаю вот так вот, наверное Такс Проход к черному мосту, да Что, я все думаю, ничего здесь не забыл Ну, разве что капканы реролись Но даже не знаю В поисках яда Давайте разок Во, формирует едет облако и фиолетовые свитки Вот это идеально просто Так, ребят, давайте сейчас я, наверное, нажму Ну, это значит, сначала зайду к привратнику И потом нажим на паузу Перезапущу запись, чтобы посмотреть, нормально ли у меня все с фпсом Так что как-то так 20 минут в текущее время Не успеваем по таймерам Да и хрен-то с ними не особо надо Главное убить босса без получения урона Так, ребят, да Все хорошо с фпс Посмотрел там больше Там 53 было, по-моему, что такое Или 55 В принципе, нормально, стабильный фпс, который у меня идет Если что, если кто не знал Чихо-чихо, блин, ё-моё Вот этого я и говорил краски Я увлекся атакой И не успел просто подпрыгнуть Потому что у фейерверка есть небольшая Если ты стреляешь, как бы, да Ты не можешь остановиться в определенный момент И вот это меня краски подвело сейчас Но это была уж по большей части именно моя ошибка Так, ну вот так вот, смотри, надо со спины именно атаковать его было Потому что так он вообще ничего не может сделать Блин, вот я не подумал об этом Жесть, какой контроль жесткий Вы посмотрите Но, конечно, то, что я судил идеальное убийство Это был большой косяк С моей стороны Опа Чихи-чихи-чихи Куда полетел? Так странно Блин, это минус, минус, возможно, и граната, между прочим Так, ну, ему осталось немножко Не получать хотя бы лишнего урона Айтика Чуть не застал Это из этого самого, из-за капканов Бывает такая штука Происходит, но не долетит до меня Все Неплохо Но у меня глупая ошибка была С того, что, как бы, я вот Стреляю, да, как бы Вот у меня происходит атака Я пытаюсь, как бы, прервать ее, да, вовремя Но я не могу, вот, я, допустим Во время атаки я не могу подпрыгнуть, вот У меня сначала должен доделать свою атаку А потом уже прыжок Из-за этого, ну, я думаю, что вы поняли Что я имею в виду Пытаюсь так распинаюсь Пытаюсь объяснить Что нужно учитывать Я говорил про это сразу Но я все равно допустил эту ошибку Как-то увлекся за его хп Не уследил Блин, я следил за хп Получил по щам Ладно На хранительнице вот, что я понял Во-первых, надо все-таки Реальных босса за спину подходить Поэтому сначала кидаем капканы Потом через нее перекатываем С другой стороны, если она меня будет ударять Мечом Я не уверен, что я успею Как бы она же развернется Можно поставить, знаете как Можно поставить капканы От нее, например Вернее, нет, знаете как, смотрите Она ко мне бежит Я от нее вот так вот перекатываюсь От ее меча Она делает вторую атаку мечом Она повернута влево А потом я перекатываюсь И кидаю капканы Чтобы она осталась повернутой влево Можно вот так вот попробовать сделать, например Как вариант Я хочу все-таки в дремлющий храм пойти Потом в заброшенный склеп пойдем Если там не будет проклятий Или если оно будет С неподходящей гранатой Но если у нас будет, собственно Без это самое Без гранатный забег Без нужной гранаты То Я не знаю Если получится победить Будет очень хорошо Потому что получится так Что я даже С неподходящим оружием Одним из четырех Удастся Все равно пройти Так, отлично Не-не-не-не Каннибал, ты там Туси где-нибудь в сторонке Здесь, в принципе, на этом этаже С кем могут быть проблемы С големами, как всегда Но големов я всегда боюсь просто Потому что я не уверен Что мне дамага хватит так Чтобы снести голема Прямо в одну секунду Когда он меня к себе телепортирует С другой стороны Если мы поставим капкан Он не сможет до меня достать Главное Не стоять рядом с капканом С самими по себе Так, сундук В сундуке трэш А вот и проклятие Отлично, ребят, проклятие Есть у нас одно Причем это вроде Которое именно на этаже Блин, ну нет Ну, граната нужна же Ну, какие ледяные осколки Хотя, может, я сейчас собьюсь, а? А вдруг А, здесь здесь тупик Стоп, я что, через ней сейчас Должен буду идти? Серьезно? Серьезно? А там ловушки, да? Ну, е-мое Это же оно место, да? Или не оно? Да, это вот место с сундуком Которое заспавнилось Кое-то веке До рычага Который мне Ох, еж ты ж, блин Что-то не ожидал Что там будет еще элитка Окей А то этот джин Если я сейчас заспамил Я могу не успеть Увернуться от его Огненного шара Потому что я, в принципе Плохо знаю этого врага Его скорость атаки Не особо привык, потому что Редко с ним встречаюсь Плюс еще это было элитный джин Который мог быть Отличаться с какой-то дополнительной скоростью бега Не бега, а полета выстрелов, например Точнее Все, всех снесли, отлично Но вот проклятие Ну, будет еще одно В заброшенном склепе И будет босс впереди Но у меня шанс Считайте 50 на 50 Если я достану и проклятие То есть у меня будет, да И босс То у меня шанс 50% в том, что я вытащу Все-таки нужный предмет Ну, если точнее Ну, да, вроде 50% считается Не все уверен, что это Вроде с одной стороны 50% А с другой стороны Там, возможно, не так Все просто считается Когда у тебя как бы Два события Но оба по 25% Вроде все-таки так Так, ну здесь Нас ничего не интересует Так, все в порядке Так, задумался На всякий случай Так, а он телепортировался Метеорит Примерно вот так У нас выглядит с ДПС Ну, мы, в принципе Такими же фаерболами Стреляем, как и этот Мосс Монстр Как и Эджин Так, берем живучесть Пока что Но потом у нас Резко станет живучесть Очень много Если мы все-таки Найдем гранату Слушайте, ну это будет И, конечно Не знаю, сейчас Наверное, стоит меньше Акцентировать внимание На Не меньше акцентировать Внимание То есть А стараться Над чем-то таким Думать Насчет билдов Которая зависит От бесцветного предмета Да, е-мое Ну Что за тайминги Были часа Ну, видели Как он сейчас Просто выстрелил Подлянская Он ждет, 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 ждет Я уже Перекатываюсь И он в этот момент Как раз стреляет Ну, надо же было Так прогнать-то, а И передышка сработает 26% хп А, какое глупое Получение урона С таймингами сбился Называется Ну, ладно Надеюсь, что я смогу Вытянуть ситуацию На этом этаже Вроде раньше, насколько я помню Был магазин С едой Поэтому В принципе Какое-нибудь мясо Меня спасет Я, кстати, сейчас Такую опасность Не ощущаю почему-то Хотя он мне как бы А у меня антиманшот впереди, да? Но при этом Передышки нету А, как далеко Телепортироваться Ну и ладно Через сундук Пройдем заодно Здесь, правда, будет голем Впереди еще И демоны Вот демоны Это нехорошо Вот про демонов Я совсем забыл, что они здесь встречаются Если терять с демоном Будет Тяжело бить их с фейерверка Потому что фейерверк Не наводится В отличие от волшебных ракет Например Ооо Ну, блин Тихо-тихо-тихо О, смотрите-ка Мы его оглушили Мы оглушили Это самого голема своей атакой Я совсем забыл, что У фейерверка Также есть Неплохое В принципе оглушение Такое срабатывает Окей Это нам, в принципе, поможет В зачистке этих монстров Так, мы можем взять Этот фейерверк В принципе Он получше нашего Ну да Что-то около того Так, защитник Шо вон А, еще голем Я понял вас Стоять Сначала здесь врагов Надо снести Потом голема Потом сюда налево И там еще Демонов целая гора, да Ну не гора Но их достаточно Там Не знаю До них напал Не достал или нет А тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Вот у демонов Я больше всего опасаюсь Именно их огненной атаки И огненных шаров Этих вот этих вот Которые Которые меня как берут И спамят жестко Но с другой стороны Нерегулярно Я получаю урон Именно от их когтей Потому что Я не позиционирую Того врага Как врага милишного И не боюсь Стоять с ним рядом С другой стороны Посадить, когда он далеко Не знаю точно Как там Предугадать Бывает такое Что он начинает летать Вокруг тебя, да Туда-сюда Бывает такое Что он сразу начинает Огненными шарами Спамить практически Отлично Ну иди сюда У меня тут потолок Как раз не падает Ради тебя Ну что, ну големов На этом этаже На самом деле Не так уж много Чтобы из-за Конкретно их Них Опасаться Зато здесь есть демоны И демоны Которые под защитой Находятся Какого-то черта Как мне не нравятся Демоны Когда они находятся Под защитой чучела Этого Это конечно да Это мне кажется Еще более противная Штуковина Потому что големы И хотя бы На них не работают Вот этот вот Угол наше А вдруг там будет Напаловая граната Прикиньте Не, а там по-моему Каку-то По-моему Да По-моему Это лук Каку-то Так, ну ладно Давайте попозже Немножко присмотримся Нет, нам хана Нет, мы выжили Ребята Ох ты ж Ё-моё Голем Я тебе это самое Я тебя ненавижу Ты меня в могилу Куда-нибудь сведешь Я наверное возьму Морковку даже Хрен-то с ней Потому что Мне здоровье надо Мне надо Чтобы я хотя бы В зону антиваншота Вошел Ну и передышка В том числе Потом мы как бы Мясо я тоже куплю Если найду Так, фейерверки Не знаю сколько Все хорошее такое Фейерверков нету С уроном По замедленным целям Кстати говоря Что-то я не нахожу Это постоянно Заброшенный скреп Проход есть Я бы сходил бы Может быть даже в пещеры Хотя нет В пещеры я бы вряд ли С этим билдом пошел бы Потому что с тактикой Я с тактикой в пещеру Не особо себя комфорта чувствую Я бы в пещеры Сходил бы с чем-то брутальным Скорее всего Либо наоборот С живучим То есть медленно Но плюс еще Я не хочу именно на гиганта идти То есть в этом плане Тут именно хорошо Проходят такие Знаете Не слишком жесткие враги Не толстые А которых очень много мелких Вот это вообще по кайфу Поэтому заброшенный скреп Как локация Подходит для нас просто идеально Из всех локаций Перед боссами А демон А ну нормально Мы там только что Поголос несли Редиска упала Отлично Не мясо Да 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 Не мясо Редиску мы будем покупать В магазине Собирался я точнее Нет блин Ну е-мое Ну вот я говорю Он бывает с ними когтями Этими достает Очень сильно Как же быстро У нас все перезаряжается Кстати говоря Хочу обратить внимание Потому что мы гранату Просто Без конца Кидаем Я такое ощущение Кстати говоря Свиток Амулет со свитком Через брутальность Для нас подходит неплохо Потому что Когда у нас станет дефицит Немножечко брутальность Если станет Конечно Я надеюсь Что это станет Когда мы потеряем Нашу гранату Как раз таки Амулет Немножечко его восполнит Вот так примерно Големов Можно вполне себя Капканом выносить Если мы быстро проходим Кристалл Если мы быстро Пробегаем мимо Когда он не успевает Появиться То мы ставим Просто Перекатываемся Через него Ставим Соответственно Наши капканы И он ничего больше Сделать не может В принципе Так там свиток силы есть Кстати мне показалось Показалось Что там морковка была Но ее там не было Так Я уже вижу эту гадость Которая под защитой чучела Надо обойти Где он-то находится Вот оно Охренеть Слушайте Реально эффективно выглядит И даже без этого самого Без двух свитков с гранаты Очень все неплохо Единственное что Вот на боссах Ай-яй-яй Блин Ну вот говорю Ай-яй-яй-яй Потому что не по центру прыгнул Не надо было так резко Сразу же делать удар вниз Можно было там перегруппироваться Постараться Как-то выпутаться Но я надеялся Что все-таки Задену кусочек этого краешка Не получилось 42% здоровья Нехорошо Надо в магазин сходить Как раз таки он остался Надеюсь что это магазин с едой По крайней мере Раньше по-моему Здесь был магазин с едой Я вот не помню На основной части локации Или на Нет его нету А мне что-то казалось Что он здесь есть Я что-то из-за этого Именно так не парился Абсолютно Потому что мне кажется Что дверей закрытых Абсолютно как-то не густо Типа их лютый дефицит стал То есть их на этажах В принципе мало попадается Раньше там стабильно Там 4 двери Может даже 5 дверей Могло попасться Сейчас не так много Это из-за отсутствия проклятия Наверное да Ладно Я что-то думал Что здесь раньше была еда Может быть она не 100% Спавнится здесь Как например на последнем этаже Тоже 50 на 50 Или может все-таки В этом магазине она была Нет здесь были фейерверки Это я точно помню Нам все равно сюда надо Да Заброшен слеп здесь Так Мы из мобов выбивали еду Из мобов выбивали Все кредки тоже находили Это я точно помню Да В секретке была морковка В монстре была редиска Хорошо что не наоборот А то морковку находить в монстре Странно что она у него там забыла Заброшен слеп ребят По времени кстати говоря Ну так на несколько минут мы опоздали Может настанет тот момент Когда я смогу даже Со своим медленным прохождением Успевать во временные двери именно Я получил опять урон Где-то там на этажах Слушайте я на самом деле пропускаю Много ударов Как-то не особо хорошо себя сейчас показываю В прошлой серии как-то было Как бы вроде как был билд посложнее Но при этом я играл там получше Не знаю Так ну возможно что сейчас я как-то вытяну все это И покажу мега трускил Ха-ха два раза да Я умею Но все-таки я очень сильно надеюсь на то Что мне граната наконец-таки выпадет на этом этаже Я просто буду Я тогда не имею шанса проиграть Самое обидное будет если мне граната выпадет И я потом еще и сольюсь при этом Это будет самый большой фейл Кстати говоря заморозка врагов окружающих Тоже можно было бы взять То есть тоже такая прикольная штука Которая добавляет контроля Хотя с другой стороны насколько он нужен я не знаю Потому что там у нас и гранаты взрываются Всякое такое что размораживает мобов Быстрее меня Насколько это требуется в принципе не уверен Но лишним не будет если попадется вдруг Так а можно мне свет А то здесь как-то так Во вот сюда Вот посмотрите какую-то толпу снесли моментально просто Просто по-моему все-таки фпс не хватает стандарта То есть 60 фпс Когда у тебя граната Когда у тебя целая куча всего вот такого вот огненного Его не хватает по-моему Ну или почти 60 Такое ощущение по крайней мере у меня Ну это выглядит прям таки очень смачно и очень фаново Я думаю что это вы видите Как это такие толпы врагов отлетают моментально Так свет Следующая серия скорее всего у нас будет Либо с многозарядным арбалетом Я бы хотел потестировать его С детским топориком Как это будет работать Предполагаю как бы знаете С одной стороны такое легкое условие крита Приняю легкое обеспечение условием крита С другой стороны на монстрах я не уверен в этом сочетании Потому что когда толпы мобов будут А детский топорик всего лишь первого станет Это я либо постоянно должен его кидать Либо я не знаю что Но так же я хотел там волну отрицания краски попробовать Так как я хотел Как я замечал за кадром Что с прощальным подарком и с чутьем охотника Ее можно буквально спамить на более поздних этажах Ты просто бегаешь Всех врагов защищаешь при помощи нее И это очень фаново выглядит Когда ты подряд просто толпы врагов сносишь И там из них целая куча бомб попадает Я бы хотел это тоже попробовать Отлично И так же сам детский топорик Может помогать нам босса Потому что обездвиживать их тогда Когда у нас пожалуйста гранату Капкан Ну капкан я конечно беру Но блин У меня остается два шанса Где найти еще легендарку Нашу Где наш гранат найти Это собственно два босса С получения урона Ну блин Ну это получается Так что если даже на деснице я получу это То это у меня Билд собирается Только под конец этажа соберется Ну это такое знаете Зависит от рандома в этом плане Но хотя если все-таки Я пойму что Ну как в конце будет видно Что и даже без Нужного цвета гранаты Все хорошо себя чувствует То это будет круто Это как бы Ой у нас проклятие было Слушайте Я что-то опять забыл про него Абсолютно Я как-то с этим обновлением Я начинаю не замечать проклятие просто Я вернее не замечать Я начинаю про них забывать Про их существование Потому что они редко бывают А то до этого как бы ты Ну не знаю Там полэтажа можешь С проклятием пробегать Ну и пол Ладно там треть этажа Можешь пробегать Если это этаж какой-то Там деревья на своих например Так у нас здесь везде тупики Налево Так главное не получать урона Много на этом этаже Тогда мы сможем отхилиться При помощи еды Которая выпадет из моба Или из секретки И стоит сейчас Не забывать про это Потому что если я Пройду этаж И не вытащу еду из секретки И не забуду про это То я мог бы это хотя бы поискать Из моба Это вероятность вытащить Наверное побольше И там проще ее найти в принципе Так а можно мне Света пожалуйста Спасибо Так нихрена не видно Там он умер? Он умер Так фейерверк По Замедленным целям нету Граната 8С Ну давайте в гранату возьмем что ли Настрявшие стрелы возвращаются Нам это особо не интересно Опять брутальность с живучестью Нам заметят Двойные свитки Нам не везет на них абсолютно То есть нам сплошные Попадаются не того цвета Ладно А я бы предпочел бы все таки На два свитка впереди оказаться В принципе как бы граната Если на нее урон не заморачиваться То и Единственное что Два свитка забирает Да Так не берем Но если бы мне игра Двойными свитками Выдала бы тактику То мы были бы примерно В той же ситуации Только сама граната Не такой большой урон Насил бы С другой стороны Я не знаю сколько она там С напалом Как она все таки будет Насить урон Ну да ладно Так тотем Ключик Нет ни ключик еще Я кстати про капкан Абсолютно забываю На обычных этажах Потому что Ну я его редко использую В принципе Это в основном для меня Оружие для боссов Ооо Урон по яду Самое увеличение скорости Все остальное В принципе мне не особо надо Но я кусак не хочу На самом деле особо иметь Хотя кусаки как бы Кусаки плохие в тактике Когда у тебя милишная тактика И у тебя есть хищник Вот там кусаки Вот там кусаки Реально сильно мешаются Здесь они так сильно мешаются Но там в принципе Фейерверк был Повыше качества Поэтому я решил заменить все таки Так еда надо 34% здоровья На хранительниц На боссах Я не знаю что у нас будет По мутациям По любому так же передышка А это основная часть этажа Я что-то думал что Я когда использую тотем Мне все кажется что Я как будто бы за дверь зашел Например Что это оказывается Не основная часть этажа Нет Это не так работает Но еще секрет Был бы шанс И вот на этом этаже На какое-то дополнительное проклятие Я был бы не против И да Еда Я сразу ее хапнул Даже не заметил Если честно Хотя я бы так Скорее всего Съел бы тихо-тихо-тихо Топорик полетел Эти топорики Меня в прошлый раз Неоднократно дамажили Мне еще писали Что было больно Человеку смотреть Как я играю С тяжелым арбалетом Без прошивания цели на сквозь Что очень много ударов Пропустил именно из-за этого А я что-то как-то не задумывался Об этом Хотя это тафикс Я как бы знаю Что это тафикс хороший И для арбалета Он очень нужен Но я что-то не задумывался Что он настолько сильно нужен Я что-то вот играл И я чувствовал Что что-то какое-то Ай-яй-яй Тихо-тихо-тихо-тихо Не спеши Что чего-то не достает Оказывается вот чего Про то Что я абсолютно напрочь забыл Опасное место было О, я вижу фиолетовый С зеленым слитком Минотавр Или как он там называется Не знаю как тактика А, стражника Стражника Минотавр наверное Красно-фиолетовый Красно-зеленый Хотелось бы сказать Что не вижу связи Между Минотавром Минотавром И тактикой Что такое Типа большое здоровое существо А я оказывается Просто название Светков перепутал опять Ну я особо их Никогда не запоминал На самом деле Так Куда нам пойти Мы не нашли Еще этот самый Да, второй ключ Давайте сходим налево Допустим Так, слушайте У меня так-то Это самое Шесть хвори уже Многовато Но с другой стороны Если я получу Еще больше хвори Да Тут значит У меня и здоровья Будет не хватать Опаньки Еда Спасибо Но это к сожалению Не редиска То есть у меня Из секретки Из врага Выпало просто Обычно Ну только морковка Не выпало мясо К сожалению Ну и ладно Хрена с ним Просто если я получу Урон на боссе Да и у меня Как бы будет уже близко Хворь Ну я просто использую Флягу Потому что у меня там И здоровья будет не хватать Уже То что это собственно Тактика В которой Воу Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Как это было близко Сейчас Жесть Какое мясо творится Я бы играл бы Наверное быстрее Сейчас раза в полтора А если бы не боялся Что у меня может Фпс проседать Абсолютно Хотя я не знаю Как это у вас видно Или нет Честно говоря Потому что на записи Обычно выглядит Чаще всего лучше Бывает иногда хуже Бывает лучше Я не знаю Какая-то программа Эти работает Так странно Так У меня тут еще один фрагмент Ситка я пропустил Как хорошо Что есть это чутье Исследователи Как же оно помогает Я эти фрагменты Ситка бывает Мимо них пробегаю В принципе Да и не замечаю Потому что они не так Борзаются в глаза Как например Те же Эти самые Обычные свитки Ё-моё Я думал Что я считаю Сейчас попадет по мне А то я перекатился И не доперекатился Как бы через него Но повезло Суть по всему Одного фрагмента Не хватит Чтобы лавел Ну чтобы апнуть Себе еще один стат Перед хранительницей Ну ладно ДПС у нас в принципе Если два оружия Сложить вместе То там его Очень много выходит Ну достаточно Много для хранительниц Тем более что урон По яду еще есть И там и там Да Да и там и там есть Поэтому когда у нас Хранительница в капкане Она будет получать Очень много урона Также надо не забывать Что сам по себе Капкан наносит Неплохой урон За счет того Что у него есть Облако яда Он свой как бы Условия дамага Его он соблюдает Сам по себе просто Есть врагогушонка Горит отравлено А сколько льда Такие же как у нас Только на один уровень выше И за это на 3000 урона выше Но я их покупать Не особо хочу Кстати крит удары Надо не забывать Что этот тафикс есть У фейерверков И он тоже бы хорошо Нам зашел Потому что у нас Постоянно криты Все да Этаж закончен примерно Может конечно повезет И мы еще Выбьем еду А может быть не повезем И я на вот этих ловушках Получу урон Ну нет конечно Ну слушайте 64% здоровья Не знаю Возможно что я буду Лечиться на хранительнице Если мне Если она меня продамажит Но это будет сразу видно Понимаю я Как мне использовать Капкан или нет Потому что обычно У меня с этим оружием Бывает проблема Особенно на хранительнице Которая бегает Крайне быстро К гиганту наверное Не пойдем Потому что я не уверен Как он там будет работать Да Хранительница Посмотрим что у нас будет Сейчас как-то В последнее время У меня опять много тактики Но просто на тактике Сейчас я очень много чего Хочу попробовать Вот как Как-то так это получается Мне писали Что в принципе Нет ничего страшного Если у меня там будет Например несколько забегов подряд Тактика Да или там Брутальность Или живучесть Потому что все равно У меня же будут все забеги Разнообразные У меня вот это Приятно было Прямо это Такс Что из этого лучше Ну во первых Мы вот это и это не берем Да по любому Мы сейчас сравним Просто капкан И 9 облако Вокруг ловушки 5 660 урона У этой ловушки Больше урона Потому что 250% дамага Довьет Заморозка Кружающих врагов Урон по отравлению Самообслуживание такое Там тоже есть урон По отравлению Но эта ловушка Бесцветная Она получше Идет у нее Дамаг чуть побольше А все остальное Плюс-минус то же самое Так мутации Роли мы или нет Передышка Что-нибудь еще Мне надо интересно Перед эти Перед хранительницей Мертвый утро Я не уверен Что меня спасет Вот в чем прикол Безмятежность Ну да Как бы здесь Наши мутации Которые сейчас у нас есть Они абсолютно бесполезны Кроме передышки Разве что Поддержки Безмятежность Можно было взять Либо инициативу Кстати говоря А нет Это на первый удар Ближнего боя только Но не то Чтобы здесь Есть такие мутации Которые я бы хотел Так уж прям Жестко-жестко взять Хотя вот Мертвый утро И глоток воздуха С передышкой Может быть даже Хороши были бы Потому что я получу урон У меня Как бы я могу Быстро себе Восстановить здоровье При помощи глотка воздуха Знаете что Давайте возьмем Это все Я гораздо больше Пожалею Если я умру на ней Чем если я Допустим потрачу Немножко больше золота Кстати Инстинкт оружейного мастера Так-то тоже Работать идеально Вообще-то Но Нам не надо его Потому что мы Гранат один раз кинем Нам больше не надо Порезка кулдаунов Не так требуется нам Часовая комната Погнали Нам просто В одну гранат вкинули И нам больше резать его Кулдаун не требуется А капкана В принципе Наверное тоже Ну как бы Не пригодилось бы Но не настолько фантастически Ладно Надеюсь что получится Главное поймать Первый раз правильный Мы снесем ей половину здоровья Наверное И следить за ее сюрикеном Мне кажется я сюрикенов Отхвачу в один момент От того что Увернусь не в ту сторону Или еще что-то в этом духе Будет по-любому Еще знаете как можно сделать Мы можем не дать ей к себе подойти А ну тогда она будет К сюрикену кидать точно Ни хрена себе так-то дамага Ну вот она Да я говорю Она поворачивается Ё-моё Тихо-тихо-тихо Да ё-моё Но я знал что она меня В один момент Она меня так словит все-таки Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Все у нее сейчас будут Последняя фаза Да давай 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 Переходи уже быстрее Жесть Я словил очень глупый урон Очень глупый Ну Ну я говорил что меня сюрикен Скорее всего меня подловят В один момент Так сейчас будет наверное Скоро Нет я не этого ожидал Ну ладно Да ё-моё, хорош Сейчас будет скорость света, скоро Она собиралась её сделать уже Нет, крюк, 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 крюк Да ё-моё Жесть, как я в конце протупил Я думал, скорость света ожидал, а она крюк использовала Ааа, и я в конце ралли эффектом Нифига не успел восстановить Ну, я даже не знаю, на что сейчас буду надеяться Либо мне флягу реально сейчас придётся использовать, чтобы 5% здоровья у меня осталось И плюс ещё у меня хвори, кстати говоря, мало У меня, вернее, если я мёртвый утро сейчас убираю У меня хворь сработает скоро Надо, наверное, полечиться всё-таки Так, так, чуть-чуть не хапнул лишнего А, я понял, да Я понял ошибки, которые я допускал Но я ожидал, что у меня будут проблемы Потому что я с капканом до сих пор управляться правильно не умею, честно говоря Но можно, на самом деле, её стабильно Вы видели там начало, как у нас было Если бы я оказался за её спиной ещё, да, в один момент Я мог бы ещё больше ей нанести урона Там можно было ещё стабильнее И на более поздних фазах её дамажить Вот ещё прикол А, наверное, я использую флягу всё-таки, да Потому что у меня будет 9 хвори Я едой столько себе не отрегеню И я ещё и могу сдохнуть Наверное, да Всё равно это фляги Я часто эти фляги до конца забега не тащу Чё тут с ними заморачиваться так жёстко Так, а по мутации мы берём то же самое примерно Прощальный подарок 3755 урона, это же вообще ни о чём Но мне кажется, что он как бы А, это же, смотрите, это же уроны именно А, не ДПСа То есть фейерверк у нас выдаёт ДПС То есть с нескольких выстрелов такой урон То есть у нас, например, прощальный подарок бьёт примерно, я не знаю, как что даже С чем сравнить Не очень жёстко, но с другой стороны Выглядит как бы это эффективно Я не знаю, по факту Но выглядит круто Да, бой был просто ужасный На самом деле, нет Молодец Не ожидал я там копьеносца увидеть, честно говоря Знал я здесь, что как бы Я быстро всех врагов сношу И поэтому как бы могу не париться, наверное А вот копьеносца я не ожидал абсолютно увидеть там Нет! Граната! Не вовремя сообразил её Так, 41% здоровья Так, стоять-ка В фейерверке плохо наводится, поэтому Поэтому на этого врага нельзя будет сверху так Его снести, как это можно было бы волшебными ракетами Ну слушайте, сейчас билд мог бы быть мощнее по дамагу именно, да? Если бы я реально нашёл бы нужную гранату То есть я полный потенциал не могу раскрыть, к сожалению Потому что мне банально не повезло Но вот такие ситуации тоже бывают случаются Так, замороз к ворогу поблизости А давайте возьмём, что ли Я не знаю, надо оно или нет, но у гранаты 367 урона Это, конечно, сильно Главное, что он поджигает всё-таки И передышка у меня там ещё на кулдауне До сих пор с битвой с боссом Дальний бой Какой трэш О, 100% урона На символы получаемого У меня спрашивали, выпадал ли мне такой аффикс Да, выпадал, я знаю, что на лизных осколках он есть Также он есть на луке пехотинца, я точно помню Надо бы забрать В принципе, мы на этом этаже как бы можем ещё восстановить себе полностью хп Потому что у нас здесь есть еда Который выпадет из мобов Главное не пропустить урона слишком много, чтобы Чтобы эту еду в середине этажа не пришёл с использованием После этого я ещё не провтыкал Так что как-то так, брутальность берём 12 тысяч хп Кстати говоря, вот когда у нас больше 10-12 тысяч хп, я считаю, да Мы можем уже брать на тактике мёртвого трона боссов Потому что есть вся полная хп, конечно Потому что десница, например И многие, в принципе, боссы Они около 10 тысяч наносят урона с сильных своих атак И как бы если раньше Конечно, да, по яду у нас просто дамаги резко возрастают очень жёстко Если как бы они себя до этого ваншотили, да Тебе без разницы, да, допустим, вот Они тебя пробили антиваншот и перебежь, у тебя сработало, нет Чуть не затянул меня Какая сильная тяга у него была сейчас Так, окей Так вот, если ты обратно потом похитился целиком То они тебя всё равно могут сманшотить со своей одной сильной атаки, верно? Потому что если они тебя бьют урона Как бы выносят больше, чем у тебя максимальное здоровье Как-то вот так вот получается Так Я вот теперь не знаю, учитывается ли Дроп еды с мобов со всяких дверей закрытых И, например, если еда попадается в секретке Тоже в какой-то такой локации Это считается дополнительной еда Или именно та, которая фиксирована в забеге на этажах появляется Нет, 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 притянул Не успел убежать от него Думал, что успею перекатиться Не знаю, к сожалению, я обратил сейчас внимание У него крюк его наложил нам хвори или нет? У нас было 9 хвори, да? А я уже там несколько ударов пропускал, поэтому хрен его знает Не знаю, крюк его накладывает или нет Но вообще логично было бы, что да На 100% опять же я этого не знаю Какое место неприятное А там шипы ещё сверху, да? А, ну нормально У меня такое ощущение, что граната, хоть и как бы она мало на сторону Когда я её кидаю, такое ощущение, что реально могут гораздо быстрее умирают Именно вот в тот момент, когда я её кидаю Так, а мы здесь были Но мы до конца не дошли, поэтому Нет, стоп, мы дошли до конца Это другая дорога уже Блин, нам наверх надо Буду они с этим этажом Мне гораздо было бы удобнее, если бы я заходил бы просто Если бы вот эти вот красные, зелёные и синие двери Не соединяли части локации А то я так отказываюсь, хрен знает где, и потом дезориентируюсь Последний выстрел мы сейчас нанесли, по-моему, 40 тысяч урона, мне показалось тихо 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 а сейчас 93 тысячи урона а потому что было ядовитое облака от ледяных осколков да неплохо мне сказали кстати говоря что на самом деле здесь никакого дефа нету мобов это просто здесь есть разброс дамага до который на самом деле очень большой да ё-моё дай продать гранату мне хоть деньги не нужны вы не особо но меня так сказать моя жадинка внутри не позволяет мне оставить деньги на полу валяющимися да конечно эти меченосцы они у них здоровья много но с третьим метеоритом их стабильным срос носим автором пейджа буду не собственно рампейдж ну примерно вот так вот элитки у нас носятся ой не заметил что столько врагов было оказывается подпрыгиваем то есть главное вообще-то здесь салат салат на самом деле просто с фейерверками с тем что немножко не привлечь я тут и не в другую сторону час с тем чтобы их задержка атаки не сказалось на получение кого-то урона это единство что может быть сложное в этом забеге ну еще конечно же найти нужного цвета граната не менее что думал что тайминге подгадал тихо 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 отлично нам по-моему еда еще ни одна не упала нет да он накладывает хворь не успел я прыгнуть вниз сначала хотел перекатиться потом испугался 2 этого гарпунера что перекат вас не стоит и в итоге завтыкался таки 5 хвори набрал ну ладно в принципе ой-ой-ой-ой так копьенос я не хочу близко подходить потому что я не выношу моментально прям врага вот совсем совсем моментально да если чисто фейерверки начинаю спамить надо не забывать иногда вот ледяные осколки просто серьезно вот знаете возвращать старую атаку так как это было раньше то есть именно за не зажимать клавиши да а а прокликивать несколько раз со фейерверка потому что тогда мы будем также и ледяные осколки постоянно активировать именно не ради фриза даже ради именно дамага то что когда у них есть криты у них так-то дпс очень нехило идет учитывая что они как бы с одного выстрела да они не стреляют подряд да и в итоге у них дпс как бы просчитывается по большей части именно ё-моё это чуть было вообще дпс по большей части просчитывает с одной атаки какое мясо столько что творилось здесь а дальний бой серьезно что ли а это плюс 100 процентов урона но из рода хрена но нет урона по яду поэтому смысла с этого абсолютно нету это мне как бы на на врагах мне не нужен этот плюс урон да а на боссах у меня есть капкан с ядом поэтому это только просто рискованника никуда будет абсолютно нет блин ну вы серьезно просто какой глупый урон не 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 уйди охренеть там еще этот самый какой глупый урон от чего я сейчас получил урок сири от от того что инквизитор меня застал с другой платформы как я не люблю этих врагов все-таки которые бьют с другой платформы они просто вот часто застегают себя именно вот просто именно вот такой ситуации как это сейчас у меня произошло при вторых я что придется использовать перед теснице то у нас еще одна секретка не найдена с едой вроде как но мы сейчас ваншота можем сдохнуть как раз таки надо это учитывать поэтому а где граната а гранат волны куда мне ладно это не стоит так спешить сейчас у нас ледяные насколько синхронизируется идеально с гранатой по моему поэтому они как бы долетают после того как граната упадет на моба опять инквизитор как же мне нравится то я просто не хочу что он до меня достал именно он ладно все остальные мобы но и моб инквизитор который встречает с первого этажа самый напряженный до сих пор и спрос на этом этаже мне кажется что сочетание молов наиболее неприятно что здесь есть и неприятные милишники и демоны о нет 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 успел прикатиться среагировал зараза реакция все еще иногда бывает помогает не стакаешь стоит на нее мне полагаться но иногда она срабатывает как нельзя хорошо ох а вот сейчас сейчас было плохо сделал потому что я прыгнул на инквизитор он мог успеть меня ударить так кто там был дальше там был этот нет это был копеносец сейчас потому что это был каток этот который имитатор десницы по моему секретку в секрет не нашли иду еще поэтому стоит наверно защищать из полностью нет нет можно конечно основной части этажа но у нас осталось совсем ничего от этажа есть не ошибаюсь вообще ничего не осталось стоп а где я еду пропустил что ли в секретке вполне возможно нет стоп я в синие двери еще не было кстати а секретка это имеется ввиду тоже любая может быть это и на зне на полу может быть и в стене я что-то почему-то рассмотрел только те секрет который находится в стене не знать чего так решил но может она будет здесь все-таки на этом этаже а вот она собственно не откуда у меня притянуто чего не добил я беру опять еду меня 5 передышка сработала кстати говоря жесть что-то я не ожидал что меня там притянет я думал что я его убью быстрее затем затем экшеном который происходит на экране бывает не можно не уследить за атаками врагов и говоря особенно это казаться инквизитор например таких у которых атака такая знаете непримечательная просто блюдо качпок и все это вам не рубака который там махает что-то там долго готовится всякое такое он берет и просто вас ударил просто выполнять свою работу но наверное да мне придется скорее все таки использовать флягу не добил опять ледяная осколка здесь реально сильно добавляют дамага на самом деле без них было бы далеко не так эпично спокойно спокойно как в принципе можем вниз не возвращаться уже сюда в принципе тоже хорошо так но я думаю что еды у меня 2 больше нигде не будет да вряд ли она выпадет из тех двух мувов которых нам оставили мы можем выходить с этажа уже смело я допускал много ошибок скажем так это это факт 31 свиток на детьмица это средний результат примерно почти один двойной на выпал удачно как бы на тактику еще один портал испытания был амулет не самый удачный но минус граната еще два свитка можно было прийти с 30 30 четырьмя даже 35 потому что еще один свиток набрали совсем я забыл про него так стоп он не лучше он не лучше у нас нет от кровотечения поэтому да это тоже продаем остается фейерверк прочекать но вдруг он будет хороший какой-то мега крутой я не знаю что мы здесь ищем но я пока что мне по мне разу не встретился афикс урон по замедленной цели так ну все трон и зал погнали будем юзна раз сразу флягу но при этом флягу знаете когда лучше используйте а после того как я возьму мертвый утро тогда она полечит больше хвори то что она лечит и на половину хвори соответственно полечит на 8 хвори а сейчас полечит 5 ой что-то как-то руку с геймпада убрал поэтому доклятнулся я бы вообще только одну дверь что ли время самыми за убийство мобов за комбо сделаю все так значит передышка мертвым утро и глоток воздуха почти с полным хп идем 86 процентов полностью хворь восстановили в принципе нас не должно сваншотить главное опять же не увлечься так либо хотя бы за спину к деснице уйти знаете какая тактика сначала будет сначала я перекатываюсь дальше немножечко в него стреляю или лучше сразу капканы кинуть ну посток я перекачусь таки даю капкана чтобы было немножечко сказать больше времени в них находился и надеяться на то что я успею его снести первую фазу до того как он из них вылезет а стопа не уж двойная фаза между у него вторая фаза сразу что опять про это забыл ладно посмотри не забываем ледяные осколки кидать и синхронизироваться таймингами если босс сейчас вылезет из ледяных осколков то не надо накидывать ему следующее чтобы не сбиться с тайминга так да ё-моё что за подлаги такие начали ё-моё мне что-то вначале боя снице я говорю вот реально очень часто бывают какие-то странные подлаги не тихо 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 капканы поставили мы находимся а я че-то как далеко я нахожусь ожидаемо тихо 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 флаги кинул не ожидала флаги не 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 что-то как-то не по плану у меня идет все если честно абсолютно по плану я его в капкан и не могу никак поймать а капканы это очень много нашего дамага так а тихо 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 сейчас прикиньте если бы я убил бы 10 снице без получения урона но но при этом получил бы урон от какого-то измобу это было бы максимально или нелепо он там сменой повернут нет нет-то ё-моё ну серьезно тайминга слетели вот и вот вы видели сами какое глупое получение урона было опять он спросит эту атаку просто самое нелепое это можно было получить урон от его тарана не причине от того что он тебя скинул в яма именно того что он ударяет тараном я не всем понимаю как это работает он иногда наносит урон стороны иногда нет то ли не сразу то ли в конце именно тараном но и строн я не понимаю честно говоря именно от этого я получил урон но слушайте в целом бой был я скажу но я не настолько сильно зарочил как мог бы и при этом у нас могут быть дпс на порядок выше прошу заметить но десница отвалился в принципе неплохо а немного там сбивался с таймингами с капканами меня просто не в ступор постоянно вводили какие то что там он то начинал бежать тот переставал то останавливался как-то я с этой сильно путался но целом все прошло неплохо передышка кстати говоря я сейчас таком подумал чуть охотниками берем а вот насчет прощального подарка я подумал взять высокую кухню чтобы коллекционеру с большей вероятностью прийти с полным хп ну если конечно я вообще не удойду но просто если еда выпадет то она выпадет по крайней мере с нее будет она будет неплохого качества то есть она будет много хп регать и сейчас ребята я опять нажимаю на паузу то что после 10 у меня бывает такое что лагусы начинаются на записи и на я для это проверю собственно все ли у меня было в порядке так что как то так сейчас остановимся и на секундочку так проверил я ребят там все было в порядке более чем поэтому продолжаем я сейчас понял вот вот не вернет давно понял я просто сейчас обратно про это вспомнил вот серьезно мне почему-то хранитель со времени дается намного сложнее чем тоже десницы наверное и коллекционеры я понимаю лучше чем хранитель со временем то есть она какая-то резвая слишком для меня коллекционерка что же резвенький да но он какой-то более понятный что ли на нем арена какая-то такая как будто побольше а десница я в принципе понимаю лучше с первого из боссов я узнал наверное более-менее то ну привратник очевидно да оу прости это было забавно не повезло нам самолетом привратник дальше я натренировал более менее гиганта ну как натренировал я он тренировал только с одним билдом с двойным копьем десницы короля когда готовился к челленджу десницы короля я понимал более-менее тогда атаки гиганта и а вот вот здесь не все начал последнее время неплохо понимать мне кажется ну так получше многие атаки его предсказывать но когда тайминга меня сбивается ром возникают проблемы нифига сен дорогой и за 15 процентов урона всего лишь такая цена а вот хранительница она до сих пор доставляет мне наверное самые большие проблемы в том плане что я ее не понимаю я либо и опять же либо она у меня быстро умирает ооо ребята 243 косаря больно до хрена я не наберу 150 тысяч на этом этаже мне кажется но вообще ни разу крупную редиску можно взять на флягу вряд ли а жаль такс но блин я даже не знаю я я мог бы ее взять допустим да но я бы не смогут а реролинг мутация это хуже потому что тогда я потеряю мертвое утро теряю либо все таки я думаю глоток воздуха брать или или этот самый дистинкт оружейного мастера ради критов и по резке кулдаунов возможно что лучше 2 потому что сейчас нам как она на коллекционере вам понадобится чаще ну кстати давайте хотя стоп смысл есть не уверен 15 процентов рода ну пусть будет типа так будет не 300 урона будет там 345 допустим ну это прям такое себе так зачем я там говорил забыл уже а на коллекционере он поскольку он регулярно из из одной локации в другую скачет то мне краски может быть там понадобится чат чаще менять капкан опаньки хороший амулетик чаще менять капканы чаще напалм разливать поэтому может быть там инстинкт оружейного мастера как раз ты мне нужен я не хочу с стране подниматься там шипы а с этой стороны я не могу подняться там верховный суд отстоять секретик а вдруг еда а вдруг еда а как вам такое я пока с ней по временю то что мало ли она мне не понадобится я не знаю а может наоборот кто знает не люблю верховного суда я сейчас думаю насчет самых неприятных этажей вообще в принципе самых противных монстров и вот на этой локации много неприятных и все таки наверно тронный зал вот серьезно тронный зал в нем реально много неприятных мобов а это и демоны это и копьеносы это и вихреводы эти инквизиторы которые сочетание с этим просто драконит меня регулярно а какой следующий этаж ближайший к этим двум да ё-моё там наверх надо было идти там если так это самого ассасина лежит как это называется стражника 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 же или ассасина все-таки ассасина или ассасина и не знаю как правильно я беру тактику 16700 здоровья в принципе для тактики нормально может у нас еще и на он дальше увеличится а дамага много не бывает хотя раньше бывало когда был кап крита нет 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 ну ё-моё как я не люблю эту гадость фух капкан своим ядом ее снес спасибо тебе больше большое я боялся сейчас она мне как ударит нет пожалуйста ляпнись на что-нибудь я бы ляпнулся что-нибудь но я не знал что там снизу творится я думал сейчас я упаду вниз у меня минус просто сто процентов хп ну передышка сработала бы там я антиваншот сработал бы сразу же но это было бы просто full хп надо было мясо покупать надо же я здесь так не допрыгнул я вот я вот за секунду до этого я подумал а если я вдруг не допрыгнуть куда-то не думаю допрыгнуть что там успею среагировать потому что мы находились просто наверху где-то и там снизу было очень много всяких мест которые меня бы спасли я отойду мы так раз хорошим издалека я вот не знаю насчет того что вы знаете вот как бы когда я оставлю врага в капкан он попадается да я хочу издалека его бить желательно но с другой стороны если я буду бить его связи тогда начнут его дамаж также и осколки дпс будет в итоге больше но зато будет некоторый риск того что враг может тебя как-то попасть по тебе миличными своими атаками если таковые у него есть ну или ну как бы тебя будет меньше времени на то что среагировать получается что как-то вот так вот этих нет успел среагировал а нет ну идеально конечно подходить именно со спины просто врагам и тогда вообще никаких вопросов не возникнет это но я никогда там даже врагов сейчас а по большей части опаньки не 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 касательно именно коллекционера сейчас думаю что этаж я чаще всего все-таки этот аж я на нем не сливаюсь вспомнить забег особенно когда я щит грома открывал да ну буквально по пальцам пересчитать мои сливы на этом этаже можно вот на коллекционере я так сказать умею практикую сливы что то что я в принципе так сказать прохожу не слишком быстро тут уже все разбито так на платформы ё-моё репа выпала редиск то есть уйди редиска это очень хорошо редиска это фулл к передаю боссом золото мне не хватит явно двести сорок три тысяч не менее до 100000 на мутации себя перед хранитель цей надо было перед десница не менять мутации тоже знал что я десница убью особо не прав так как ничего познал кто не знал так а так бы хватило на еще одну флягу но я как бы если бы я повторно бы делал я бы все равно как бы если я не знал результата я бы все равно сделал бы так как сделал потому что на тот момент как бы был очевидно так сказать правильный ход скорее всего что я был не уверен в убийстве десницы а кто его знал что здесь на на этом этаже попадется магазин с едой он здесь через раз попадается я бы даже сказал не через раз один из трех раз мне кажется тут не 50 процентов шанс того что обычный магазин заменится на еду вообще охотника исследователь то есть не всем нравится что когда он срабатывает такой него происходит небольшой микро подлак так как так не особо приятно выглядит стоять это из-за того что у тебя резко подключать как бы разведывается вся оставшаяся часть карты это все понятно телепорт еще телепорт туда-сюда по кругу у нас шмоняют максера недалеко телепортировались не 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 могли туда прыгнуть в принципе нет лучше не пробовать лучше не пробовать отлично узнал я так в таких местах очень часто бывает именно птицы экспериментом встречаются уже неоднократно это сочетание видел убей его убей него вот этого все хорошие больше от тебя не требуется главный библиотекарь чтобы он не начал свою атаку то что он если как бы чаще всего он не успевает ничего начать но если он ее начинает он сразу делает три сложные атаки которые надо поймать тайминги сразу 3 не одна атака это сразу 3 поэтому очень важно не дать ему все-таки взлететь над тобой потому что чаще всего нет какой-нибудь волны отрицания или еще какого-то чуда а которая спасет и снесет его было бы у нас нормальная наполовая граната то я бы ее кидал допустим да и даже если он у меня над головой скорее всего она бы его сносила но так нет с нашей нынешней это не сработает амптица лично так там эксперимент вместе с но мы тут в бок убежим я достану как-нибудь до кого-нибудь нет или не судьба так он не достанет до меня до на не достает верховный суд тихо так тут наверно с этой стороны будем ходить да пойду тут сам еще нет 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 собака ну как от него ну как от него ну что это такое как мне от надо было сейчас спастись я не знаю я пошел за моей редиской это просто жесть ну как как я должен был не достать вообще где портал и ё-моё портал то далеко нам бы как-то до него дойти бы еще придумать как там у нас в принципе не страшный мог но блин ух пока что все хорошо то не хочется вовсе дошли до портала где мари диск вона этот библиотекарь все-таки до меня достал при этом если бы и он замедлился как бы я думал что вдруг сейчас повезет и я смогу увернуться от него нет не повезло но редиска тащит конечно положение без нее я бы сейчас скорее всего ну я бы магазин с собой использовал поэтому особо так не парюсь но если бы и не магазин то мне пришлось скорее сюда йома я здесь портал не в нижней и мне бы скорее всего пришлось бы флягу пить очередную принципе я не помню сколько я фляг выпил о ей помню одну флягу выпил тогда когда убил смог убить коллекционера с тактика первый раз ну что он тот билд конечно был крутой а когда увидел его в группе вконтакте там было правда без лука хуто я просто охренел как он гиганты выносит а потом когда я бегал на этажах я просто так кайфовал давай там еще был потом пост про этот в том числе билд про другие моменты какие-то так сейчас на секундочку я посмотрю так кто-то выгоднее там писалось краски что если вы хотите дамага и человек который краски придумал убил который его показал глеб синдетский если видишь это привет тебе а я я читаю я читаю группу вконтакте я все вижу всевидящего к саурона вот там писал что даже мне этот билд тоже понравился да и что если я это читаю то знай я немножко на тебя обиделся за что-то я такого за что на меня нельзя обижаться просто как так вспомнил не такой я да я игра читаю такой если ты это видишь я такой ну да я это вижу так забавно было поржался этого так а мы почти дошли до последнего этажа до берни ну как после он сам самого последнего то есть почти прошли башенку тихо 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 ребята вам спешить противопоказано одну снесли 2 тоже минус дамага хватает я не знаю что будучи с на коллекционере так и еды во первых сколько денег 262 тысячи не хватит даже близко можно хворь себе снять я не думаю что даже за этим стоит бегать на самом деле потому что ну серьезно от пори не будем страдать но мы страдать того что нас ваншотят погнали будем мертвы нутро брать будем передышка наверное брать и либо все таки вот так воздуха либо я даже не знаю вот так воздуха или да нет наверное все таки есть передышка сработает я и так буду регениться сразу же я не знаю я на расчете возьму себе инстинкт оружейного мастера ради критов это чтобы чаще ставить капканы на полную гранат и так далее скорую помощь я брать не хочу когда узнал что на хиле слабее значительно не опять процентов она 15 я как-то передумал значит это мутация все очень хорошая но я не хочу сейчас брать инстинкт оружейного берем 25000 п ну я не знаю от лазера бы не сдохнуть а не проморгать его тайминги и знаете чего от чего я сто процентов получил урон и просто я сто процентов уверен этом от удара его по земле потому что я буду стрелять он мне подпрыгнуть я не успею подпрыгнуть сам потому что у меня задержка будет работать надо за этим следием с костюм коллекционера между прочим выпал так что у нас тут бой за истинное звание коллекционера будет что кто кто кого я его подожгу или он воткнет свой шприц в моей булочке как это странно нехорошо звучало ладно забудем импровизированные такие плоские шуточки так ну давай достали вот 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 у уж не попал я был а я я думал что у меня с вот этой атаки именно застанет застал в итоге бомбами и елой но это сразу больших большое количество ошибок а капканы поставил не очень вовремя 19.000 п а лечиться будем наверное после какой-нибудь перед предпоследний фазы его скорее все постараться бы когда он сам будет лечиться вот желательно что сделать так нам сажать на потом попозже сейчас поставить капкан ему следующей фазе сразу бежим к нему ставим а никуда молодец а ей я что думал что мы будем ё-моё дай пройти через себя капец просто чё сейчас произошло я думал что мы будем находиться гораздо левее него и в итоге я оббежал случайно мимо него с капканами своими проморгал блин ошибка большая тихо 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 сейчас будет а нет его я думал что шприцом будет атаковать сейчас лазер будет нет нет лазер опять не угадал не знаю до лазер уже дошел и нет капканы так давайте у него яд есть на нем поэтому его лупим да ё-моё он меня игнорирует моему опять он сюда ушел фойспалмы давайте капкан и лупим его сейчас еще успеем пробить немножко флягу не знаю стоит сейчас использовать это это еще не это предпоследняя фаза точнее финальная то есть он еще одну флягу использует потом будет уже последняя фляга уху вернулся нет не вернулся нет блин ну ё-моё тайминги все слетели у меня из головы в кое-то веки ребята я давненько уже не сливался по-моему да так хотя не помню но это был слив в итоге здесь уже я полностью вот если в прошлой серии было все неплохо в целом да вот сегодня я как-то на всех боссах кроме десницы короля я прям много натупил что-то да обычно я как бы изначально когда я научился уворачиваться от атаки я уворачивался по высоте от нам знак то есть там можно немножечко успеть сейчас я пытался именно по времени так сказать внутри головы держать тайминг и чё-то у меня слетело какой косяк были все шансы вознести абсолютно более чем слушайте ребят если вам выпадет напал на граната удачная то будет все еще эффективнее скажем так я думаю очевидно в целом это все работает очень приятно но единство что у меня фпс немного проседало на записи я не знаю это видно будет или нет не должно быть настолько по крайней мере видно потому что много очень эффекта всяких происходит поэтому это учитывать хотя у меня как программа нагружает ком в два раза мощнее чем как бы ну в два раза больше ресурсов надо на игру чем изначально требуется из программы именно вот как то так следующий раз может быть мы с многозарядным арбалетом с детским топориком либо с лука меткого стрелка с дротиком и с капканами я не знаю попробовать так будет видно она это ребят на сегодня все всем спасибо за просмотр всем желаю стоять все рано желать во-первых подписываться на канал ребят точно подписан на этой неделе кстати говоря с 18 по 24 число 24 да да я 24 просто записываю вечером на канал просто огромное количество чек подписал сначала было на канале 600 так сколько 693 да 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 все верно 693 человека было в начале недели а сейчас уже 741 при этом сегодня подписались 9 человек все в общем то ребят добро пожаловать всем очень рад потихонечку движемся как потихонечку в этой бы на этой неделе прям такими семимильными шагами скажем так оставляйте комментарии ребят стараюсь отвечать огромное спасибо за такой актив оценить видео ребят не забывайте это сильно мотивирует меня сильно радует я когда я вижу что ну потому что многие смотрят видео но не оценивают то что просто забывают или впаду или еще что такое это все-таки приятно вам не сложно мне приятно как то так можете жмякать на колокольчик если хотите получать уведомление новых видео ребят а я желаю всем хорошего отличного позитива стране такого же хорошего дня всем еще раз ребят удачи до новых встреч всем пока пока